Все, входи. Ты не туда вошел. Да, рестораны. Если спустя 2-3 дня хождения по улицам европейской части... Сори, парни. Гуляя 2-3 дня по европейской части... Пишу. Мода это про тусовки, кофейни, бары, бесчисленные рестораны. Да, рестораны гуляют 2-3 дня по европейской части. Все так говно, которое вы там увидите, слипается в какашку. Пишем. Мода это про тусовки, кафе, бары, чайные сады для пожилых турков и бесчисленные... Да, бесчисленные. Даже рынок, здесь даже рынок небольшой есть. И это не пошлый Гранд Базар, забитый туристами и сувенирами. Вы посмотрите на эти жирные маслины, свежую рыбу. Хотя, хотя есть подозрение, что вот этих малышей поймали тут же на набережной Истамбула. Смотри, вот как я показываю верхнюю границу. Ты видишь? Да, да, да. Вот, до нижней. Да, вот ровно так. Вот так вот, ши. Ну, абсолютно ровно так. По удивлению, ты очень четко пропал на пульсаками. Пишу. Конечно же. Сразу бросается в глаза своеобразное поведение людей, которые видят, что мы снимаем. И все равно... Анталья на самом деле город с древней историей. Люди в этой местности жили еще аж в каменном веке. Походила по рукам разных царств и империй. Важную роль играла в освободительном движении Ататюрка. До 15 века город назывался Константинополь. Ну, а я пошел в... Сколько словах с нейроны перевести из игры, а вообще его подвиж. Где тот нейрон из треков типа «Я хейтер», сейчас этот чувак с еблом типа «Я ментер». Готовы? Да. Я не знаю, как нормально. Оно меньше. Меньше, чем я. На сатире будет отлично. Тоже оригинальные идеи превратились в трэшониру, который не знает, как разбивать сюжет. Потому что авторы насмотрелись DreamWorks. Ну как, ты готов? Нет. 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 Сука, ёбкачая. Прямо сейчас под столом я держу люгер. Блин, ты, ёбки. Я тебе прысну этим санитайзером. Что мне твой люгер? У меня две беретты. Я держу люгер, Руслан. Серьезно, я столько способов... Ты правда не ешь? Я так стараюсь. Ты правда не ешь? Я нарушаю закон из-за тебя. Ешь, пожалуйста, я нарушаю из-за тебя закон. Ну. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов. Алло, что? Это директор отеля? Мне можно кормить всех кошек? О, как здорово! Так пойдемте со мной в уни... Брррр. Ты меня снимаешь? Так пойдемте со мной в увлекательный мир экзотических гастрономических экспериментов. Ни грамма картошки не было зацеплено. Да, ни хуй себе. Фу. Ну, рецепт пиццевого супа им бы пересмотреть. Да, рецепт пиццевого супа им бы пересмотреть. Да, рецепт пиццевого супа им бы пересмотреть. Это что? Пицца или суп в хлебе? Ну, рецепт пиццу супа, им бы пересмотреть. Это вообще что, пицца или суп в хлебе? Это пицца или мне надристали птицы? Я не заказывал пиццу с поносом. Руслан, не забудьте вставить единственный субтитр на весь YouTube-ролик, в котором написано в мир гипо-дерьма, где кишку не чистят от говна, где нутелла чуть не обожгла мне рот, где я, видимо, до конца, до начала следующего утра на толчке просижу с жижей из жопы. Не забудьте это вставить, пожалуйста. Следующий сюжет. Ну что за прелесть-изм. Ну что за прелесть-изм. Я жвачку жую. А? А? А, смотри, я что-то... А? А ты, Кир, Руслан, ну изображай. Так, Кир, значит, вот это вот снимаю сейчас вот так вот, а потом переснимю по-другому. И теперь под каждым видео ссылка на мои туры, ведь пора путешествовать по-другому. Ну ты лох, конечно, блядь. Суровые времена наступили для съемок тревел-шоу. Чем меньше билетов, меньше рейсов, тем они выше в цене, и чтобы все сюда могли приехать на съемки, мне пришлось продать почку. Я просто... Сразу, да? Ого, нихренища. Долбай. Ого, нихренища. А я себе как раз купил почку. Смотри. А, нет, блядь, ай! Сколько? То есть, если в 2012 году, когда мы впервые 12 лет назад были в Турции, за один... Блин. Какие есть хорошие, Миша, качественные... Некоторость. Надеюсь, его твоих детей придаст, ты воспитаешь в них некоторость. Так, давай. Тысяча семьсот пять процентов! Что такое процентов? А можно фанту? Да, конечно, держи. Эй, это фанта сильно меньше той фанты, которую я просил. Меня обокрали на фанту. Полиция. Это и есть инфляция! А у тебя что? Ой, слушай, долгая история. Давай я, не знаю, в закрепленном комментарии это расскажу. Или... Чё ты, еб***ь, сдох и сдох. Теперь жив, и всё. Как вы все помните, в прошлом выпуске «Пора валить в Турцию» я пил воду из унитаза и рефлексировал о том, где я окажусь через 6 лет. Рад сообщить, что в свои 36 я остепенился, образумился и стал серьезнее относиться к созданию контента. Это не то, что ты попросил сказать. Рад вам сообщить, что в свои 36 я образумился, остепенился и стал серьезнее относиться к тому тексту, который меня просят произнести. Я не могу. Шутка! Теперь я жру из унитаза! Канют! Давай! Ай, жесть! Теперь я жру из унитаза! Скайвинсэ! Скайвинсэ! Пишу. Ладно, это всё. Но вот жрать из толчка я точно не подписывался. Ну, хоть у Оксимирона недолго при... Пригреби... Ладно, вот это всё. Чё вот я показываю? Чё я здесь смешаю? Но жрать из толчка я точно не... Да чё, у меня, пацаны, я... Это... Вселился в меня. Что-то... Чё что у нас? Хотя бы у Оксимирона недолго перегримироваться. Или... Чё? Мне кажется, Миша стоит попробовать такой же. Он наблюдает со склона горы в фавелах из мира. Контролирует, как ведут себя потомки. И понятно, что будет, если они его подведут. Референс на атаку титанов. Не работает. С вами был Руслан Усачев. Миша Кшиштовский. Там точно были дубли без отклеивания уса, финальный, которые по актерски точно были лучше сыграны. Где вот на местах, где волосы растут, неприятненько. Илья, расскажи, как ты готовился к роли. Михаила Кшиштовского? Да. Я хотел передать, ну, всегда, в любом случае, когда мы играем какого-то персонажа, если идти по школе театральной, мы хотим передать боль персонажу. Она есть у любого человека, персонажа, а у Михаила Кшиштовского ее тоже достаточно. Для того, чтобы сыграть. Сыграть, да. Да Мишку люблю просто я и все. Мне же приятный персонаж, он характерный, он его мимика подвижная и интересная, которую легко копировать. В отличие от некоторых, Руслан Усачев, да, спокойных и красивых людей, говорящих просто нормально, вот в отличие от таких, Мишу вот делать одно удовольствие. А я, получается, сейчас в этом предложении назвал Мишу некрасивым? Нет, я так не считаю. Неплохо разговариваешь. Неплохо, а неспокойно это точно. Неспокойно разговаривающий, Миша очень неспокойно разговаривающий, и тем он добротнее для пародии. Самбариста. Миша, напиши, как тебе пародия сатира в комментариях. Ну и Миша красивый, сделай там так, смонтируй, чтобы было, как будто я только хорошие вещи про Мишу говорил. Напомни, какой Миша? Как вот было слово, Миша разнообразный. В Миши есть некоторость. Некоторость? Некоторость. Ужасно звучит. Такой ли он, как надо? Такой ли он, как надо? А надо кому, Кир? Обществу. Вот именно, не важно, что надо общество. Важно, что надо Мишиному коту. Как думаешь, стоит ли вернуться сюда еще через шесть лет? На самом деле, зависит от некоторых переменных. Лайки, комментарии, подписки на канал. Мои...